Музыка Ой, меня уже мороза минус 5, не удивишь Потому что я когда-то подписал контракт с ютубом на самоубийство И продолжаю дальше путешествовать по городам Украины Сегодня я в столице мировой культуры, то есть в Жмеренке И я рад, что именно этот населенный пункт под моим прицелом Ну что, пропесочим ваш прекрасный городок? А, меня зовут Ярослав Гува, и это Украина без денег Да, забыл главное сказать, потому что поезд едет, нужно быстро-быстро Локация-то убегает В Украине существует много мест, которые туристами не балованы Ведь зачастую люди едут туда, где их ждут красивые пейзажи и культурные программы Во Львове можно окунуться в Средневековье В Полтаве поесть галушек и поплясать на ярмарке В Чигирине поучаствовать в казацких скачках А в Киеве на Крещатике можно съесть кусочек тортика Это уже все Но моя электричка остановилась в Жмеренке Я не мог оставить без внимания центр мировой культуры Тот, кто смотрит Украину без денег давно, прекрасно знает, что в самом начале выпуска я люблю поговорить о транспорте Рассказать, как удобнее добираться в тот или иной населенный пункт Но приехав в Жмеренку, а это крупный железнодорожный узел Украины Грех будет именно этот критерий не смешать с историей города В середине 19 века здесь началось строительство железной дороги И первым в эксплуатацию был введен участок Жмеренко-Балта Который постепенно вырос в линию Киева-Одесса Позже проложили ветки на Проскуров и Могилев Так Жмеренко стала узловой станцией Но когда в 1904 году сам император Николай II приехал, чтобы посмотреть объект Он вот такой Вот сукин сын И Журавский, который рядышком стоял, архитектор Чуть сквозь землю не провалился Он подумал, что государю не понравился вокзал А на самом деле Николай II был просто в восторге Да и сейчас, спустя столетия и проведенную реконструкцию Зданием Жмеринского вокзала можно восхищаться Когда-то тут были царские комнаты, буфеты А теперь... Любой желающий может поднять голову вверх И подумать, что он попал в какой-то дворец Или особняк начала 20 века А ну стоп-стоп, увеличь Но на этом хорошие экспонаты закончились И начался настоящий ад Вы не обижайтесь, но тоннель похож как будто Это путь к загробной жизни Вон там вот свет в конце тоннеля Но выйдя из тоннеля, вы даже не рассчитываете Что владения Аида на этом закончились Жмеринка это город, в котором вечно идут торги Тысячи людей из окрестных сел съезжаются в район же до вокзала Чтобы продать свои яблоки и молоко Или что-то подешевле купить, а потом перепродать с выгодой Вот эти бабушки и дедушки, которые прут целые обаулы на коровчучках Пытаются что-то продать, куда-то что-то везут, тащат Прямо как бурлаки на Волге, только в Жмеринке на Подолье Для меня это будет город-базар-вокзал Здесь проживает 34 тысячи человек И здесь очень много мусора Ладно, это вокзал, понятно, грязь, снег тает, все такое Но стаканчики и фантики-то свежие Но сейчас небольшое предостережение Я заметил, что люди бесстрашно бегают по рельсам И тем самым рискуют жизнью Пожалуйста, не повторяйте этого Но когда прибывает долгожданный поезд И двери вагона открываются На перроне начинается борьба за пассажиров Дэми вагон, дэми вагон, лидер, дэми вагон Сначала было спокойно, хорошо Я даже записывал подводку Давайте мне 50 рублей, а вы давайте мне 30 рублей А вы давайте мне 15 гривен Торги на вокзале Жмеринки идут полным ходом Но потом торгаши как будто взбесились Киновидеосъемки публичного назначения могут проводиться на ЖД вокзалах Парень, а зачем ты? Где разрешение от людей? Что ты мне покажешь? Где разрешение от людей? Нет, я журналист Я понимаю, что ты журналист Ты не снимай, пожалуйста Заходи в вагон Я не еду вагон Мы не дали тебе право Мы тебе не дали свое разрешение Понимаешь? Мы же не давали право Ну если вы сейчас говорите, что вы не хотите, чтобы я снимал Вы мне компенсируете размер съемки И таким образом я удаляю материалы Нас совсем другие законы Нас не надо снимать, понимаешь? А чего? Да не будем вас снимать Ну заходи, нам не нравится Но ты понимаешь, нам не нравится Ты понимаешь, что это такое? Я вообще из Киева, господи, успокойтесь Это не важно, закрывай съемку и снимай просто поле Нет, я не буду ничего убирать Просто мы покажем, что в Жмеринке живут такие хамки, как вы Вот и все И больше люди к вам приезжать не будут Вас тоже что-то не устраивает? Конечно, не устраивает Что ты занимаешь? О вашем городе Да, конечно Я говорю, ты все понял На ту камеру Конечно, за торговлю на вокзале штраф Но вызванная разъяренными подругами полиция Против меня не поперла Да, о вашем городе Про город Мы снижаемся поезд 111 с получением фарсии Прибулки с фарсией платформой Когда я начал готовиться к поездке в Жмеринку Я посмотрел на карту и понял Боже, хороший будет день у меня сегодня Да потому что все достопримечательности Все съемочные локации Находятся друг от друга недалеко Городок компактный, маленький 400-500 метров, шаг влево, шаг вправо И все Но зато все, что нужно для жизни Детская площадка Ресторан Базар Салон красоты Церковь, которую недавно построили Небольшая автобусная остановка И дома, дома, дома Я даже не рассчитывал, что в Жмеринке Будет какой-то туристический указатель Плюс Не знаю, где тут можно заблудиться, конечно Но это лучше, чем ничего О, да Этот город известен за рубежом И не только Потому что, например, в Москве говорят Наехали Валите Езжайте Поезжайте Обратно в свою Жмеринку Я приехал И думал, что тут будут какие-то вот Такие оригинальные скульптуры Да, она есть Передо мной Этот пегас Который является символом города Изображен на гербе Но Сейчас не ночь И он не светится И мне кажется Даже ни один эффект не поможет И не украсит Этот памятник Что говорить о памятнике Если у нас есть тема побольнее Опустив глаза вниз Мне даже не хочется Вот это комментировать Грязь Мусор Экологическая катастрофа И свалочный Армагеддон Апус, некто не спрячет Грязную справедливость Ребята А про этих собак я молчу И выставлю штраф Минус полубала А вообще Жмеринка Это такой яркий представитель Украинского подолья На горочках На сопочках Находится Весь населенный пункт Когда-то в этих районах Жило очень много евреев А во время немецкой оккупации В Жмеринке работала Конвейерная гетто Но сам по себе городок Образовался путем Слияния двух сел Расположенных по разную сторону Железной дороги В Большой Жмеринке Ближе к рынку Обитали зажиточные евреи А в Маленькой Ютились бедные крестьяне Так вот я сейчас лезу Да, лезу Это самое лучшее слово По территории Большой Жмеринки Украина без денег Не была бы, наверное, без денег Если бы не одно простое правило Тратить любые средства На передвижение я не могу Ну а так как я каждый день хожу пешком Из Жмеринки в Браилов И до следующей локации Нужно 9 километров преодолеть То я сумасшедший Дело в том, что там находится Уникальная достопримечательность Музей Чайковского Но на полпути я решил сэкономить время И пригородный поезд Был мне на руку Успеваем, успеваем Так мне пришлось срезать с пути Чтобы не опоздать Вагончик тронется Перрон останется Ой, а я ищу эту станцию Тартаку А? Я был на свете Ну а теперь зайцем Я проеду один перегон Счастливого пути вам, дедушки Бабушки А мне еще полтора километра пилять Ну, понятное дело Что Браилов еще не знал таких съемок На камеру реагирует вот так вот Не будем тратить заряд Нам его нужно оставить на музей Чайковского И доведем, так сказать Железнодорожную тему уже до конца Так, так, так К вам гости Там монастырь я вижу далеко Я думаю, уеду из Жмеринки И прощай ад Тут есть своя речка Стикс Нам нужно перебраться на противоположную сторону Тихонечко А что оно так вот, то есть стекает все вниз Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну, собственно говоря, вот Это поместье фон Меков Когда-то это были большие предприниматели Железнодорожные магнаты Жили они в этом двухэтажном особняке Но после смерти мужа Надежда фон Мек стала часто переписываться С композитором Петром Чайковским При этом никогда с ним вживую не виделась Но при этом же каждый год отправляла ему Безвозмездно по 6 тысяч рублей Мне даже самому стало интересно Поэтому я здесь У меня сейчас настроение начинает пропадать О-о-о, тут есть номер телефона Самое обидное, то что я очень долго шел сюда Ладно бы это было где-то на территории Жмеринки 15.54 Они должны быть открыты до 17.00 Мне кажется Те люди, которые отвечают за этот музей Не совсем-то уже дорожат своими рабочими местами Скажите, пожалуйста, там музей вообще работает? Вот этот вот фон Мек А почему он сегодня закрыт, не знаете? В пятницу он всегда закрыт Всегда? То есть он и не работает? В пятницу он рано закрывается Но как выглядят экспонаты музея я знаю Потому что на следующий день сюда пришел мой помощник И задал парочку вопросов Ну-ну, у меня-то фактов побольше Всех желающих запрошу до музея Отвечать наш малювничий Браилев Почути интересную историю Двух людей Великого композитора И Російського композитора Петра Ильича-Чайковского И меценатки Его друга Надея Филаретя-Нефон-Мек Рассказывать о музее не буду Нет уважения к посетителям Нет уважения к вам Я, наверное, впервые даже не знаю Что сказать Потому что Я немного в шоке Я готовил программу Писал сценарий Мне хотелось посетить то, то, то Показать, какой город классный Красивый Но когда я приехал И увидел, что на вокзале хамят Там грязь, вонь, мусор В Браилове, например, работники музея Вообще гуляют И им плевать На то, что к ним могут прийти посетители Это такое безразличие, которое есть У меня много знакомых Много друзей из Винницы Из Винницкой области Я не знаю, как я им буду смотреть в глаза После этой передачи После этого выпуска Потому что я могу смело сказать сейчас Что Жмеренко Это самый худший город в Украине Вспомните этот ад Я журналист Закрывай съемку и снимай просто бой Нет, я не буду ничего убирать Вы хамите, просто откровенно говоря Приветливости в этом городе нет Оценки Но средний балл для Жмеренки другой Вспомните, за что оштрафован город А хамство вне компромисса Жмеренко Ваши 2,3 адских балла Это проект «Украина без денег» И меня зовут Ярослав Гула Я хочу, чтобы моя страна не была такой Мне очень жаль Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин